Привет, моя косметичка. Блесков всего лишь два варианта от Vivienne Sabo. Нейтрального и такого вот розового в 43-м оттенке. Далее от Beauty Bomb. Лайнер все еще никак не закончу. Ковар-тоту тени тоже еще есть чем пользоваться. Еще есть тени для бровей. Хайлайтер. Оставила один. Убрала пока что второй продукт, потому что он не нужен. От Kiki подводка для бровей. Дырка образовалась достаточно большая. Сухая пудра и сухой корректор темный. В пудре уже дырочка, в корректоре пока что ничего нет. Кремовый корректор. Там уже на один-два раза в баночке, поэтому сразу добавляю другой. Nice Face в четвертом оттенке. У меня уже был такой стик с румяными в использовании. Корректор остался. Итак, румяна. Тоже огромнейшая дырка уже образовалась. Так далее помады. Как вы видите, третий рефил. Там уже всего на один раз, может на два раза осталось. Но не тороплюсь. Очень мне понравился именно третий оттенок. Всеми остальными редко пользуюсь. Некоторыми практически не пользуюсь. Но опять же, пока есть третий оттенок, другим руки не тянутся. Посмотрим, даст ли мне что-то еще закончить. Ну, третий оттенок я точно закончу. Второй оттенок я использую часто дома. Ну, хотя бы даже три рефила. И то хорошо. Возможно, я ее потом на осень оставлю. Но не буду закатывать. Возможно, я ее просто буду хранить на видном месте. И темные оттенки мне, может быть, нужны будут. И самое интересное, это тени. Как вы видите, один рефил у меня закончен зеленый. Во многих рефилах дырочки растут. Конечно же, недостаток такой палетки, то что все пылит. И сложно ее чистить. Но опять же, вот в рефилах есть некоторая грязь от других. Но это все легко убирается при помощи кисти. Просто так как я сейчас ими не пользуюсь, этими оттенками, я, так сказать, за ними не ухаживаю. Я в восторге. Мне очень нравится. Пока что я в полном восторге. Единственный минус, который я не учла. Нужно было не клеить основу. Клей, вот этот вот двухсторонний скотч. Нужно было разложить рефилы. А потом сфотографировать их, вкрепить. Вот видите, синие, например, разрозненные. Там голубые, там синие. То есть могла бы вот эти вот все четыре оттенка в один ряд поставить. Так же, как и розовые, красные. Ну, в общем, могла бы чуть-чуть сделать более структурированной, чтобы было легче пользоваться, например, синими тенями. Но, если честно, пока что я перестановку никакую делать не буду. Я еще несколько оттенков решила закончить. И как только я закончу, ну, знаете, будет место, чтобы вставить. Вот пока что один рефил. Но это совсем несерьезно, скажем так. Я планирую закончить. Итак, я планирую закончить вот этот оттенок. Потому что он универсальный. Так же я хочу закончить вот этот и вот этот оттенок. Этот оттенок я наношу либо на подвижное веко, либо только в уголок глаза. Этот я наношу под веко. Им я подтушевываю границы. Вот этот оттенок тоже хотелось бы закончить. Этот я на него очень сильно налегаю. Далее вот этот бы очень тоже хотелось закончить. И какой-нибудь вот типа такого может что-то еще я закончить постараюсь. Но пока что ничего не приходит в голову. Зеленый мне бы хотелось, конечно, закончить. Это рефилем двойную однушечку. Но как-то вот, знаете, сейчас зеленый макияж не хочется делать в таком большом количестве. Вот, кстати, ее можно было тоже не вынимать. Вот, наверное, вот этот рефил и вот этот рефил. Это то, о чем можно, скажем так, пожалеть. Это не те тени, которые я готова израсходовать.